В Мормонском государственном техническом университете состоялась торжественная церемония награждения призёров многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Об успехах школьников региона расскажем далее. Школьная олимпиада «Звезда» — одна из наиболее популярных в области инженерии. Её цель — привить подрастающему поколению интерес к научно-исследовательской деятельности, а заодно повысить внимание молодёжи к техническим специальностям. Те кадры, которые она позволяет выявить, те талантливые дети, которых мы сегодня будем награждать, вполне возможно в будущем придут на наши промышленные предприятия и займут там достаточно хорошие должности. Потому что те задачи, которые они решают на протяжении четырёх часов в заключительном этапе, это достаточно сложные задачи, которые разрабатываются специалистами из реального сектора экономики. Помимо основного направления техника и технологии, учащиеся с 6 по 11 класс могли проявить свои знания в области естественных наук, истории, экономики, психологии, права и не только. В этом году в нашем регионе 11 призёров интеллектуального состязания, 6 по русскому языку, 2 по обществознанию и 3 по основному профилю. Теперь у отличившихся ребят будет преимущество перед другими абитуриентами при поступлении в ВУЗ. Олимпиада «Звезда» внесена в перечень Олимпиад, утверждённых Минобранауки России. И это говорит о том, что если ребёнок, сдавая ЕГЭ по профильным предметам физика либо математика, набирает 75 баллов и выше, они автоматически округляются до 100 баллов. Плюс есть ВУЗы-партнёры данной Олимпиады, они есть по всей стране, которые предлагают свои условия для поступления. Кто-то льготные условия поступления, а кто-то принимает и без вступительных экзаменов. И также есть, конечно же, предприятия, которые тоже поддерживают именно призёров и выпускников данной Олимпиады. А вот Иванову Максиму ещё не скоро сдавать ЕГЭ. В свои 12 лет он мало задумывается о будущей профессии, но уже сейчас к учёбе относится серьёзно. Когда учительница по русскому языку предложила ему поучаствовать в Олимпиаде, он недолго раздумывал, а по итогу стал бронзовым призёром на всероссийском этапе. Решать было, конечно, очень сложно. Были задания многие, которые мы проходили и в шестом классе, и в пятом классе, и даже в начальной школе. А некоторые задания были даже связаны с историей. Надо было какое-то слово заменить на новое слово. Там было старославянское, и надо было его на русское, которое сейчас заменить. И надо было только догадываться. Ну а так, в принципе, задания были решаемы, но как-то так получилось всё. В стенах МГТУ в торжественной атмосфере ребятам вручили дипломы от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подарки.